Торговля Торговля, ты, говорит, нахуй позвонил своему руководству, блядь, чтобы они там свернули А вот за чуру влез, мы начали ее, че выкачать? Друг, а вы не охуились, у него какую-то сумму требуют Я говорю, какую сумму, да и че? Ну ладно, что, дурака, ты че, дураку сумму, ты че, ебался? А я говорю, а ты где есть-то? Я говорю, ты че, коробка что-то, блядь, ешь? Че ты оттварь, блядь? Если он, блядь, работал с участковым месяцем, приезжал с ним в парке и пытался трясти, блядь, ну это вообще пиздец, блядь А это было, да, Югая, он десятку требовал, блядь Немнадцать? Двенадцать? Двенадцать? Ну, с Югая, блядь, на парке Ну, ванду еще набирают, Максим Михайлович, что у вас там происходит? Здравствуйте, друзья, и как вы догадались по превьюшке, этот ролик также посвящен сотрудникам МВД России по району Вишники в городе Москве И сегодня в этом аудиоспектакле мы вам покажем и расскажем о том, почему же все-таки после того, что мы с вами уже видели в предыдущих роликах Сотрудники данного отдела, которые совершают, ну явно открытые, по моему мнению, преступления Все еще на свободе, и не только на свободе, но и при своих должностях и погонах А также мы укрепим доказательную базу существования в районе Вишники бизнеса среди полицейских по крышеванию торговли Что же, напомним вам некоторых действующих лиц этого ролика и предыдущих Ну, как говорится, рыба гниет с головы, поэтому начнем с несменяемого почти как Путин начальника отдела Ванда Максима Михайловича Максим Михайлович настолько суров, что стрельба в людей на улицах его района для него нормально А на постоянное явление прокурора он вообще болт ложил Однако, несмотря на всю его суровость, он любит Павлика и даже публично выражал ему благодарность Павлика Михайлович, ну, во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы не равнодушны граждане Действительно, вы абсолютно все правильно делаете, то, что вы указываете на наши недостатки И реакция на них, вы сами знаете, незамедлительная Я на сотрудники несу определенную ответственность дисциплинарную за то, что они совершены Поэтому, благодаря вам, сотрудники стали совершать вещи Поэтому, пожалуйста, продолжайте свою работу, я вам очень даю благодарность, спасибо Ну что же, воспринимая его слова как знаменитые, работайте, братья И продолжу делать свою работу, как и завещал нам Максим Михайлович Кстати, сегодня, 26 августа, у Максима Михайловича день рождения Так что, прошу вас, Максим Михайлович, воспринимайте этот ролик как подарок Желаю вам крепкого здоровья Судя по тому, кем вы руководите, оно вам должно вскоре пригодиться где-нибудь на севере Но пока что вы в теплом московском климате и в кресле начальника Также желаю вам не отравиться паленым коньяком Купленным у тех, кого крышуют ваши подчиненные Хэппи безды Ну хватит про начальника Следующим по масте у нас идет заместитель начальника Кондратин Николай Валентинович Который в свои молодые годы является заместителем начальника отдела И даже заслужил прозвище среди коллег Босс Малакасос Известен он тем, что летом 2016 года, будучи тогда еще в должности участкового полномочного Совместно с сослуживцем Хотя скорее по характеру действий можно назвать его подельником Таким же участковым или иным Павлом Александровичем Вскрыл хату одинокой пожилой, состоящей на учете в ПНД гражданки Луниной И без всяких на то оснований Отправил гражданку Лунину в психушку А ее квартиру, оставленную открытой, не только обнесли Хм, кто бы это мог быть Но и мошенническим путем продали С помощью ранее судимого за мошенничество гражданина Королева Прикольно, да? Вы все еще считаете, что 90-е закончились? Нет? Самое интересное, что Кондратин и Ильин не только не сели за это Но еще и остались на службе А Кондратин и вовсе пошел на повышение И стал после этого не обычным участковым, а замом начальника отдела Позже Кондратин и Ильин также засветились в нашем ролике про крышевание торговли После ролика Ильин уволился А Кондратин так и остался на своем месте Кстати, именно Кондратин был непосредственным начальником тех двух недалеких полицейских Которые заластали Павлика в феврале 2018 года около станции метро Выхина За что был привлечен к дисциплинарной ответственности Следующим идет у нас замначальника по оперативной работе Иван Басихин Тоже крайне одиозный персонаж, о котором мы вам расскажем позже В данном ролике сотрудники его называют то ли Басиком, то ли Барсиком Он метит на место начальника полиции Но у него все как-то не получается Следующей у нас идет наша звезда Виктория Балакина Бывшая участковая в районе Вишники И нынешняя заместитель начальника службы участковых уполномоченных в соседнем Новогиреево Ее, я думаю, уже все знают Она виртуозно матерится, оскорбляет людей После чего их избивают ее коллеги А также она подделывает подписи свидетелей Тем самым фальсифицирует доказательства по уголовным делам Но и так, по мелочи, катается по тротуарам на личном авто и не пристегивается Здрасте, убирайте машиночку Это Виктория Балакина, правильно? Виктория Балакина Не знакомый фамилия, нет? Ты таблетку в воздухе сделал? Я еще спрашиваю, ты говно Я ударил Ты просто чмо и говно Ты на каком основании так ведешься? Я чмо и говно Ты чмо и говно, ты ничтожен Когда он мне перетолкнулся, ты просто ничтожен Ты просто ничтожен Можно я вот... Ты пьянь Ты молодой парень Чмо ходячее Злание причинил Ты на каком основании оскорбляешь сотрудников полиции? Кого я оскорблю? Виктория, а что ж вы не пристегиваете-то? Нехорошо Тебе занять? Тебе что-то по ебалу даже не лезть А не занять Не, а нам знаешь еще в какой части Что 13-го числа Свидетелем по-обычному ты видел Как человек в подвал заходил Один А, ты с кабелями что-ли? Ну да, да, да А, хорошо Ну придешь на опорное, набери Алло Алло, привет, звонил? Да, Викуль звонил Ну что там, где расписаться тебе надо? Пока нельзя Я сейчас за тебя черканула А потом, когда тебя вызовут Подъедешь и сам распишешься А пока я списанула Кстати, после наших совместных жалоб На действия крышующих торговли участковых И зама начальника полиции Кондратина А также, почему-то это все объединили с ездой Балакиной по тротуару и ее оскорблениями Нам пришел странный ответ Естественно, наши обращения были поддержаны Ну, потому что, по-моему, доказательства их нарушений закона и противоправной деятельности неопровержимы Наше обращение было поддержано И, внимание, что же им сделали? Против них возбудили уголовное дело? Нет Их посадили в тюрьму? Тоже нет Их уволили? Тоже нет Их сняли с должности? Тоже нет А теперь читаем, что же с ними сделали Приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев впредь Что это такое? Вот что это такое? Кто-нибудь объяснит мне? Им руки и ноги отрезали Что им? Языки поотрывали Головы там поотрубали Не знаю Расстреляли Что нужно сделать, чтобы они так не делали впредь? Вот вообще исчерпывающие Я не понимаю Естественно, там указано, что направлено в Следственный комитет Но направлено много что может быть Вопрос в том, как бы, как оно рассматривается А как оно рассматривается, мы вам покажем в наших следующих роликах про данный отдел полиции Но сегодня речь у нас не о Виктории Балакиной Вика, выдыхай Сегодня мы затронем ее бывшего сожителя А также нынешнего соседа по подъезду Который сейчас служит в инспекции по личному составу Это те, кто проверяет полицейских Что-то вроде управления собственной безопасности, только чуть-чуть ниже их Так вот, господин Коробков Раньше служил участковым полномочным в районе Вишники А потом перевелся в инспекцию по личному составу по Восточному административному округу города Москвы И как вы поняли из превьюшки Коробков не гнушается вымогать деньги у своих бывших коллег, с которыми он служил, будучи участковым в районе Вишники За выявленные в ходе проверок нарушения Вот такие вот у него понятия Итак, переходим к самой записи Время действия 1 августа Место действия Улица Вишниковская, 31А Опорный пункт полиции Ну и само действие Очередная пьянка участковых уполномоченных на рабочем месте по случаю дня рождения участкового уполномоченного Костюнина Непосредственно действующие лица Участковые Костюнин, Кравцов, а также оперуполномоченный Василенко Да-да, тот самый, брат которого был понятым в ролике про старшего дознавателя Ирину Гордееву Которая фальсифицировала доказательства по уголовному делу И она тоже все еще служит в районе Вишники Отмечу, что само по себе наглое и безнравственное действие Такое как пьянка в опорном пункте полиции на рабочем месте Само по себе меркнет по сравнению с тем, что они наговорили Ну что ж, друзья, не забудьте поставить лайк и написать несколько комментариев под этим видео Также распространяйте это видео в соцсетях и отправляйте обращения по ссылкам в описании в контролирующие органы Чтобы наконец положить этому беспределу на районе конец А еще скоро в Москве пройдут выборы депутатов в Московскую городскую думу В том числе и в районе Вишники В районе Вишники я рекомендую вам голосовать за кристально честного и чистого человека Олега Шереметьева Он выдвигается от партии КПРФ Уж он точно не даст разгула жуликам, ворам и крышевателям Вместе с коррупционерами В том числе и в рядах полиции Голосуйте по 19 округу за Олега Шереметьева Это районы Вишники, Новогиреева и Перова Также по 25 округу это у нас в Марьиной Печатнике Голосуйте за кандидата Андрея Орла Также от партии КПРФ Он тоже сделает минимальной вероятностью посадки вас на бутылку в отделе полиции Не наливай нахуй всем Слушай, а там возле Макдорлица, в Макдорлице Там охуенно, там вот На Волге, на Волге, на чёрной С номером, который стоит Я подъезжаю А еще к ним А, кофе, кофе По Макдорлице от него еду Останавливай На такую точку Я бы Останавливаюсь И говорю Глаза Нет, это хорошее было Пятницу розыжек Расставляется Васенька Все, все заебись А сейчас выключат Палку, две палки делайте И тогда мы же спокойно гуляем С детства Берездук Какая там хуйня, блять Там такую хуйню расставляет розыжек Понимаете? Ну я сейчас напрят, да? А некого работать? Там некого Все Лобанову похуй Остался Лобанович Шалдин Журавлёв Журавлёв Какой журавлёв? Начальник Ну а что он, блять, раскрывает что ли? Не хочу раскрывать Ему чё делать нехуй, ёптювать Он, блять, последний год сидел на присосе с глупостки Ну сейчас они взяли нового этого, блять А, какого-то, блять Такого Сперова Ой, Сперова Нангиреев Нангиреев взял так Такого здорового, блять Ну конечно, если только меня будете убить Зачем? Ты не поверишь, что у нас новое место дать С двадцатого года Ну не ходи, поздравляй Негалство закроено Ну какой, ребал? Чё там? Что навести, блять? Говорю, чё там, блять Устроился там, блять Устроился там, блять Устроился там, блять Устроился там, блять Хуевший тело, блять А будешь пиздеть Поверь мне, из-за от сутра ты домой не вернёшься Ты что, блять, делаешь? Ты что, блять Ты что, для чего? Месяц Палок? Общее или так? Общее? Общее делать тоже Мне кажется, я не хуй это делаю Не делаю Ну как не делаю Вроде в месяц, блять От десяти до восемнадцать Делаю здесь, блять И кто ещё сорок делал? Что вы что, блять? Нет Ну мы в пятнадцать делаем сто процентов, блять У нас в пятнадцать месяц сделают Вот, блять Вот там два экипажа только что-то Твоя экипажа, блять Да нет, блять И это, да Да И они вот это, блять Что, блять Ват, почему это Вос Молокосовство начало, блять Ух, нехуй, сука, мрачный пришёл Рота раскроет начало А то, что, блять Двое с Роско перевелись Которые в Рокке работали в новорождении Как ты сказал Оттягиваться Молокосовство? Блять Ты не слышал? Нет Ой, ебать Ты ему ещё с того бота прилипло, блять Блять Когда было это Блять А ведь там собрание было, блять Блять Казанин приезжал Проводил специалистов по поводу Врала с Тимаковым, блять И мы после него пиздуем, блять Этот идиот такое Важное говно, блять Иду Яков со мной Коскин Потом этот Кондратья нахуй И занят зван, блять Лёх поворачился такой Коль Ты чё, видел? Бул муки Босс Молокосовство Сэпик за прилипло нахуй к нему это Все роты Мы шо уходили там, блять В чё там Бул муки Бул муки Блять Всё же Бул муки А в рот Познакомил, блять Знаешь с тобой, блять Хоть даже кода Руськов не отработало, блять Брил его замком По столу гернать И посвящал начальника Кольмой Роты стал Буквально блять Полгода Якобы поднял роту Из-за своего вот этого Балаковского Хохолы ёбаные Ты какой, блять Ты какой от Хохол, блять? Калмыцкий Калмыцкий А тот хохол конченый, блять Конченый, реально, калмыцкий Это калмыцкий еще Понятно, что, блять Это калмыцкий еще Блать Этот конченый, блять Конченый, вот Он реально хитрый, хитрожопый такой, что, блядь, да, вы ебашен все, блядь, торговлю всю ебашен. Все, сам же предупреждает, не обога троните. Пизда вам всем, блядь. Конечно, диктофончик-то писать, не никуда куда. Блядь, там и без диктофончиков какая-то сюжета. Да он сливает его ногу. Да оно пишется. Да, самое интересное, вот приезжала проюта, я чувствую, наверное, вы тоже приезжали, ты, блядь. А там торговля у нас в конце, бабка. С того он увидел ее. Бабка. Блядь, это торговля, ты че, хрешуешь? Какая торговля? Не знаю, я на адрес сходил, пойдемте посмотрим. Я, че, пять минут назад выходил, нахуй, была торговля. Ты, блядь, нахуй позвонил своему руководству, блядь, чтобы они там свернули. Че ты знаешь, ты позвонил своему руководству, а че? Ты че, блядь, дурак что ли, нахуй, кому я звонил, блядь? Я прям с ним, ну знаешь, так жестко, блядь. А куда, хуй? Он говорит, блядь, ты не пизди, нахуй. Он такой, я, блядь, вижу, что ты, типа, блядь, ну, ты, блядь, капитан, нахуй, туда-сюда, а ты че, мне будешь говорить, что ты, блядь, не звонил, нахуй, не сказал, чтобы они там свернулись, нахуй. Он не донул телефон, говорит, нас смотри, блядь. Я говорю, нас смотри, я говорю, блядь, с коллегой тут с твоим сидел, говорю, в кабинете, кому я звонил, нахуй. Я говорю, ты разберись сначала, кому я там че звонил, блядь. Да не знаю, что твоего ровного. Не знаю, кто чё крышует. А уже басик твой. А откуда он СОСБ? Сейчас ты войдёшь. Блядь, ты, они СОСБ, они, блядь. А то они договорились, и есть вот здесь бумага там. Определённая бумага. Работать хотите? Ты должен работать, мой ютус у нас. Он не пьёт. А вы разрешите нам это? Я не в ком. Полного арха из него же, блядь. Игорь тратит нам, блядь. Игорь же должен быть начальником полиции. Не должен быть. Он выйдет. Нам с неделем к вам дать. Кем выйдет? Обращаюсь в Барсинке. Не пропускает сюда? А то уже половина состава. Вант не хочет его. Вант его не хочет. Вант его не хочет. А ты пизда, пусть с этим будет. Вант и так бегут, актуально бегут. А ты что, от баски не будешь, пизда? Я не хочу переводить. Ты еще со мной говорил, что может, может, можно. Но ты говорил, не будет, но он начал. Полит. Игорь тратит. А что, ты корешник приезжает? А? А я же ему сказал, у меня и блищий вон забыл поезд. К тому. А что это ты так поездил? А вот за Чуру влез. Мы начали Чуру качать. А он позвонил, это мой Чура, это мой друг. Друг, я говорю, ты слышите, не охуел ли, твой друг? А я говорю, ну-ка давай, ты где есть? Мне надо сейчас поедать, блять. Он мне до сих пор приносит, наверное. Я сказал, он уже, блять, меня возит в любой момент. А, это таксист, что ли? Таксист, блять. Который он звонил, что приносит ему? Я говорю, мне плохо на него, ебаный, блять. А ты что такое за Чуру такая? Это же наш друг. А вы не охуелись, у него какую-то сумму требуется? Я говорю, какую сумму? Я говорю, да че? Ты знаешь, что, дуракат? Ты че, дуракус? Ты че, ебался? А я говорю, а ты где есть-то? Я говорю, ты че, в коробочку, блять, береги, там? Ты вышишь и тебе царапаешь? Ооо, там где-то. Да, ты как разговариваешь? Я говорю, а ты кто есть-то, говно? Я говорю, а ты где есть-то, блять? Я сейчас подъеду, говорю, но я сейчас так. Ты сейчас придумал, а я это реально не отдал. Все, после этого у меня власти вообще не создавали. Это было, я тебе скажу еще зимой. Тогда я говорю, спасайте человека, который с ним общался. Все, все. И после этого он звонил моей сестре, вы знаете, как у меня дела. Все, блять, с ним позвонил. Яйца к ней подходят. А я до сих пор, а я до сегодняшнего момента, до этого момента, думаю, что тут все с ним общаюсь. Нет, все, блять, все. Денис, как мне, да, спидельщик. Мы после этого вообще общаемся. А еще меня, блять, гадошки, блять, вместе сидели, брат. Какой мороз, отхудел уже. Нахуй меня послал, блять. Ну этот, ебать, был говном, ни с чего поднялся, нахуй. Нахуй. Нахуй меня второму какую-нибудь. Ром, а поднялся. А поднялся. Поднялся. Ну, а сейчас вызов приходит. Ну и что? Да? Что? Нихуя, не нашу. Не нашу. Какая она аккуратная? Да улава. Глав уходит, ебать. Да лучше, блять, позазаботиться на кого-нибудь, нахуй, блять, шуячи. Что-то отварит, блять. Да, блять. Если он, блять, работал с Русском вместе, приезжал с ним бабки и пытался трясти, блять, ну это вообще пиздец, блять. Это мне. Тем более, со своих. Вану, ты, приехал в другое, блять, его подразделение. Ну ты где работал? Где ты видел? А это было, да. В Югая он десятку требовал. В 19-е? В 12. В 12? Ну, с Югая, блять. Ну, Вану вечером набирают. Ну, Вану вечером набирают. Максим Михайлович, что у вас там происходит? Почему у вас в столке разрушает? Он говорит, вы кто такой? Вану уже, видимо, это заебло все надо. Ну, кто такой? Ну, я вот в инспекции. У вас руководство, руководство докладывает. Пусть они ему не звонят, блять. Вы мне больше не звоните. У вас же поехал наш генерал на встрече. А они же причем с командой посрались-то? Он говорит, он у меня участковник, чё бы шо было нахват. Вот ебать, блять, чё мне, блять, звоните и указывайте, как мне работать надо, блять. Да. Его хуяк сразу на другую землю брали, блять. Причем, блять, вот это пидорские движения, блять, я буду ебать тех же, с кем и работал, нахуй поставили, блять. Из-за Еремина, нахуй, думали, будет нахуй бьё, блять, здесь всех, блять. Убьё пройдет, два года прошло. Ну, блять, он же отказался, блять, от этого. Ну, так Еремина поставили, блять, когда он в инспекцию штаба ушел, блять. Говорит, будешь вишники курить? Он говорит, нету. Почему? Ну, блять, ну, блять, чё я, раз буду ебать тех, с кем я работал, я работал, и чё ебану не что-то, блять. Не боюсь бы, блять, когда работал, блять. В городском, нахуй. Как едем на объемках, а я сижу и боюсь, блять, здесь вы не вишники, блять. Потому что там в самый последний момент говорят, куда едет, нахуй. Потому что там ебать. Они друг друга, мало того, что сучат, нахуй, ебают, блять. Они еще боятся друг друга, блять, там какие-то, как шакалы живут, блять. Я вот тоже не понимаю, как он скажет. Это вот сумма другая. Блять, сумма. Так, ну, так работать невыносимо нам. Блять, карму себе портить, так вот не надо. Вот, вот. Ну, больше ты, ты, ты. Ни в одном повреждении. Это, блять, вот. Иди мог. Все это, блять, поумиралу, в жизни превращается. Вот и снял говно, блять. А ну, тебе, сука, потом, сейчас, 10 лет, 10, блять. А ты, ну, противно, просто думаешь, что... Погода про шумы, ну, а... Это, нахуй, погоняй, вот этот. Дор, блять. Живи ты, блять. Нормально. Другие уже не мешают, блять, и все будет нормально. Не, ну, когда он, блять, за каком-то говнюка с чуру, блять. Вы чего, блять, с него, нахуй, требуете, блять. Ты охуенно. Куда ты лезешь? Ты не прикухли, нахуй, говорит, друг мой, блять. Куда ты, нахуй, лезешь, блять? Блять, а когда мы бухались, ели, он припиздил, нахуй. В кафешке, блять. Я, блять, сижу, да? Я, шо, так отвернулся, нахуй. На меня, блять, Танька смотрит. Психолог. Что я говорю, я вообще с ним, ну, нахуй. А, ну, помню, я уже... Чешется, блять, жалуюсь. Потом, аж, блин, такой, упалился, что, хуйнул, что я его еще нахуй. Погибал, какие-то баллоны разбили. Говорит, я говорю, давай, давай. Ну, сдаю разводы. Я, блять, сколько раз нарывался, такие же предъявления, говорят, должны были быть пять, если бы не заступали за него. Ага. Ну, давайте попробуем. Ну что, друзья, вот так вот у нас получается. Мы пишем жалобы, проводится проверка, выявляются нарушения, а дальше сотрудники несут место уголовной, дисциплинарную ответственность, ну и, судя по всему, финансовые потери в виде взяток инспекции по личному составу или УСБ. Зачем нам нужны такие проверяющие органы? Отправляйте свои обращения по ссылкам в описании в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Так как, по моему мнению, в данном районе действует целая банда. Банда, которая занимается систематическими и методичными преступлениями против основ государственной службы конституционного строя России. Оборотни в погонах должны быть наказаны. Отправляйте свои обращения во все структуры ФСБ, Следственный комитет и МВД. Спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, напишите много комментариев, распространите его в соцсетях. Также, если вам известны другие подобные случаи произвола чиновников или ментов, скидывайте нам по ссылкам в описании. Всем удачи, всем пока!